Здравствуйте, я Андреева Юлия Валентиновна, профессор Высшей школы журналистики медиакоммуникации. Хочу сегодня рассказать о новой магистратуре, которую мы создали, сгенерировали вместе с юридическим факультетом Казанского федерального университета и силовыми ведомствами Республики Татарстан. И называется эта магистратура «Криминальная тема в креативных индустриях». Да-да, вот она такая необычная, инновационная. Впервые не только в Поволжье, но и в России реализуется такая магистратура, которая позволит готовить специалистов в сфере пресс-служб, медиа, креативных каких-то проектах именно по криминальной тематике, по правовой тематике. Ну что, давайте я вам расскажу о ней поподробнее. Итак, в эту магистратуру мы пригласили уникальных специалистов. Это журналисты, сценаристы, продюсеры, режиссеры. Причем приглашены не только казанские специалисты, но также специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга. Это юристы, криминалисты. Практики силовых структур будут вести занятия, мастер-классы и оперативные сотрудники, следователи и, конечно же, представители пресс-служб силовых ведомств. Креативная индустрия. Что такое креативная индустрия? Почему мы не сказали, что криминальная тема в журналистике, а почему сделали немножечко рамку так пошире? Потому что креативная индустрия – это сегодня практически всё. Это поле не только развлечений, но и обучения, реализации, творческих проектов. И, конечно же, это большое пространство для адаптации и для выработки каких-то социальных навыков, социальных стратегий поведения. Сегодня креативная индустрия – это очень необычное пространство, потому что это большое информационное поле, которое реализуется в ситуации интерсубъектности, где сегодня не только человек, но человек и обучаемые машины, искусственный интеллект, много всего интересного. И эти технологии, конечно, можно хорошо бы использовать в таких разумных, хороших целях. Интерфейсы, точка перехода, и мы здесь будем говорить об этом, обучать наших магистров, использовать, настраивать точки перехода. Как раз это, наверное, точка встречи между мирами, между миром реальным и миром виртуальным. Как сегодня происходит настройка аудитории, что создаёт впечатление, почему мы видим, что одни блогеры имеют миллионные просмотры, миллионных подписчиков, а какие-то даже официальные, федеральные, может быть, СМИ резко теряют в рейтингах. Что происходит, как нам сегодня достучаться до больших аудиторий, как нам сегодня быть услышанным. Вот это всё очень интересно. И здесь мы будем говорить о уникальных и эффективных стратегиях коммуникации, взаимодействия между человеком и нейросетью, допустим, человеком и информацией. И, конечно, миссия, такая миссионерская, что ли, идея этой магистратуры сделать, создать какой-то пул очень классных специалистов, которые могли бы развивать правовую культуру, которые могли бы рассказывать нам, предупреждать, может быть, совершение преступлений, профилактика какая-то, да, стратегии профилактики раскрывать. Именно через культуру коммуникации, общение с большой аудиторией. Ведь совершенно не секрет, что сегодня до 80% всех преступлений совершается в информационном поле. Ну, значит, нам нужно учиться выходить в это информационное поле и как-то здесь научиться быть эффективными. Киберпреступления — это угроза национального уровня безопасности. Мы будем говорить о очень интересных моделях восприятия и влияния информации. Лично я, как медиапсихолог, буду рассказывать о уникальных и интересных, новых каких-то технологиях, которые позволяют нам сориентироваться в этом информационном поле. Например, одна из таких технологий — патагогическое колесо Алана Карингтона. Это исследователь из Австралии, который предположил, что наш мозг, поскольку мы взаимодействуем и работаем постоянно с какими-то интерфейсами, что наш мозг как-то настраивается и буквально настраивается на наш пользовательский интерес на эту среду и отражает её, и умеет здесь как-то адаптироваться. Поэтому одна из моделей, которая представлена здесь, патагогическое от слова iPad — колесо нашего восприятия информационного поля. Мы будем говорить о нейропсихологии и о разных интересных моментах. Также мы будем говорить о том, для чего человеку эмоции и как вообще метод креативных проектов в креативных индустриях. Это всегда управление, влияние через эмоциональную сферу человека. И, конечно же, те эмоции, которые у нас вызывают просмотр криминальных каких-то проектов, криминальные драмы или детективов, это всегда очень высокий эмоциональный накал восприятия. Конечно, мы будем учиться управлять эмоциональной сферой аудитории. Вот здесь информация об эмоциональном интеллекте, которая была открыта ещё в середине прошлого века, и до сих пор очень много исследований, интересных исследований в этой сфере есть. Новые явления креативных индустрий мы будем стараться изучать и использовать их, вооружаться знаниями в этой сфере. Это, допустим, такой феномен, как цифровое бессмертие. Ведь не секрет, что мы первое поколение, первое поколение людей, живущих на Земле, которые получили вот такой и дар, и, может быть, даже наказание, как цифровое бессмертие. Посмотрите, сейчас появляются цифровые двойники. Это угроза нашей свободе, нашему какому-то самоконтролю. В ситуации тотального цифрового контроля происходят другие какие-то настройки нашего поведения, наших реакций на происходящее. Меняется среда конкуренции, меняется среда интеллектуального труда, и, конечно же, меняется такая криминальная, что ли, структура, криминогенная структура нашей жизни. Базовые курсы, которые вошли в основу этой магистратуры, они такие хрестоматийные, классические для направления телевидения. Это история и теория медиа, техники и технологии телевещания, экономика цифровой медиаиндустрии. Но здесь есть очень интересные, такие глубокие курсы, они все очень глубокие, фундаментальные. Это медиа-аналитика и большие данные, право и медиа, иностранный язык в деловых коммуникациях. То есть магистрант получает очень такое серьёзное, фундаментальное образование. Но вместе с тем мы также получаем уникальную возможность встретиться с практиками из этой сферы и с профессорами, с преподавательским составом юридического института, которые расскажут ребятам, магистрам о очень интересных исследованиях, очень интересных подходах в юриспруденции, в криминологии, вексимологии, в медиапсихологии, в том, как мы сегодня создаём образы, имидж полицейского, допустим, как формируется, и как он соотносится с имиджем, вернее, с образом преступника и так далее. Здесь мы будем говорить о том, как создаются сценарии, жанровые специфики таких проектов криминальных. Ну, вообще я сама как журналист с опытом работы и в ведомстве МВД, я была пресс-секретарём МВД, и после этого я была журналистом-расследователем. Мы будем делать всё-таки большой акцент на практику, и будем очень много времени посвящать такому обучению, просвещению магистрантов именно в правовом пространстве. Будем говорить о том, что может, что возможно, а что нельзя делать в креативных проектах. И, ну, в общем, будем очень много такой исследовательской позиции применять в наших курсах. Что мы предлагаем сделать вместе? Я говорила о том, что эта магистратура, она практикоориентированная, и это значит, что мы будем настроены, нацелены на создание конкретных творческих проектов. Некоторые из этих идей вот здесь, в этом слайде представлены. Мы хотим предложить делать какие-то подкасты, вести видеоблоги, может быть, какие-то интересные, публиковать расследования. Также мы предполагаем, что будем создавать документальные фильмы на правовую тематику о громких преступлениях и расследованиях, о том, как работают силовые ведомства. Мы будем создавать также, и уже есть некоторые идеи того, как это воплотить. Есть идея создать экскурсию с элементами дополненной реальности, сделать VR-реконструкцию каких-то громких расследований, таких громких дел, и рассказать, может быть, о каких-то культовых, интересных личностях, которые повлияли на ход не только расследований конкретных преступлений, но и повлияли вообще на формирование вот этой единой правоохранительной системы в нашей республике, вообще в России. Также у нас есть опыт создания медиатеатра, иммерсивного медиатеатра с помощью технологии искусственного интеллекта, и мы всё постараемся как-то консолидировать и внедрить в практику нашей магистрской программы. Вот некоторые примеры того, как можно это сделать, и что уже сегодня на рынке российских креативных индустрий реализовано. Это VR-реконструкция такого глобального, красивого, кругосветного путешествия. Крузенштерн-кругосветка. Это буквально такая большая квест-экспозиция в VR-формате, и мы что-то подобное можем предложить, допустим, для музея МВД или для музея юридического факультета. В общем, что-то здесь обязательно будет, но мы, конечно, рассчитываем на то, что в нашу магистратуру придут креативные, такие вдохновлённые ребята, с которыми, возможно, это будет сделать. Также мы планируем, предполагаем, что будут реализованы какие-то проекты. Мы сделаем фильмы в жанре боёпик. Боёпик — это жанр, рассказывающий о судьбе какого-то человека, когда он показывается, демонстрирует в себя свои особенности, своего характера, своего интеллектуального уровня именно в каких-то ситуациях, в каком-то деле. Мы можем здесь рассказать о звёздах нашего татарстанского сыска, например, о звёздных следователях или о ком-то необычном, интересном. Лично я была автором детектива и серии рассказов о Казимире Николаевиче Новикове, легенде сыска Татарстана, который в своё время не испугался, скажем так, критики сверху, и всё-таки смог довести до конца расследование по тяп-ляпу. Почему бы, допустим, нам не снять о нём фильм, такую историческую реконструкцию жизни этого уникального человека? Но это всё будет так же, как и, возможно, мы будем не просто играть, а создавать какой-то проект в жанре криминальная драма. И вот здесь, на этом слайде, дилемма заключённого. Я думаю, что это пусть будет для нас таким загадкой, такой загадкой, квестом. И что это такое, почему об этом мы на этом слайде говорим, мы об этом, может быть, будем говорить, когда уже будет реализована магистрская программа. Криминальная драма – это всегда ситуация, где главный герой принимает решение. И вот он всегда находится в ситуации какой-то моральной дилеммы, когда он и направо не пойдёшь, и налево не пойдёшь, да, когда в каждом действии есть какая-то ситуация или изменить себе, или изменить другому, да, или как-то нарушить равновесие в правовой какой-то модели общественных отношений. Поэтому мы, что такое дилемма заключённого, и как она реализована в криминальной драме, мы, конечно, будем говорить в ходе магистратуры. Особенность данной магистратуры на этом слайде представлена – это ориентация на практику. Потому что, не пробуя в практическом поле создавать какие-то вещи, мы, наверное, вряд ли сможем обрести какие-то компетенции. В то же время, это фундаментальность, нам нужна опора на теории, на знания, на опыт наших предшественников. Поэтому фундаментальность для магистрской программы необходима. Также это такой аспект, как современность. Мы должны научиться с вами самым уникальным, самым эффективным, красивым технологиям, которые сегодня доступны. Это, конечно, взаимодействие с искусственным интеллектом, работа с нейросетью. Это, конечно, создание VR-проектов и других проектов в виртуальной дополненной реальности. И это ещё один из критериев – это коллаборационность. Такая есть идея, что в ходе магистрского обучения в магистратуре два года всё-таки мы с вами будем, и мы будем создавать такие рабочие команды, союзы, сценаристов, продакшн, где мы будем создавать группы, творческие союзы, которые в дальнейшем смогут быть рабочими, такими эффективными группами, которые смогут и дальше развиваться и реализовывать проекты. Таким образом, придя в эту магистратуру, вы как бы уже получаете карт-бланш, такой счастливый билет выигрываете для дальнейшей работы, для того, чтобы вы могли, как профессионал, уже дальше реализовываться. Ну что ж, приходите, будет интересно. Надеюсь на то, что данная магистратура вызовет поддержку и активный интерес. И приходите, будем работать вместе. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...